В исторической части Кайгородка уже появился первый этаж нового многоквартирного дома. Как раз в нем и будут выделять квартиры для переселенцев из аварийного фонда. В этом году в пяти населенных пунктах муниципалитета возводят объекты по программе переселения из аварийного жилья. Улучшить свои условия должны 168 жителей района. У Львиной доли прописка в райцентре. Программа очень актуальна. На сегодняшний день идет переселение до 2017 года, а далее уже многоквартирных домов много признано аварийными. Признаются и двухквартирные дома аварийными. И крыши текут, и конструкция здания, и полы, и потолки. Все вместе. Все вкупе. Айкина, Микунь, Жешарт, Казлук, Студенец. Вот география программы переселения в 23-м уже в Усть-Вымском районе. К примеру, в Жешарте до конца года должны сдать трехэтажный дом. Это уже седьмая новостройка в населенном пункте. И жители надеются, что не последняя. Продолжение программы даже безоговорочно необходимо продолжить, потому что на территории поселения еще имеются дома, которые уже признаны аварийными. У нас создана межведомственная комиссия, которая занимается признанием домов аварийными. Всего пять районов республики закончили программу переселения. Чтобы ускорить работу, по поручению главы Коми в этом году из резервного фонда было выделено дополнительное финансирование. Получили его семь муниципалитетов. Расселят 161 аварийный дом. Это те дома, которые не просто аварийные, но представляют угрозу для проживания, то есть в которых может произойти обрушение несущих конструкций, и которые влекут риск жизни и здоровью граждан. Они переселяются в приоритетном порядке вне программы. Вот в этом году это было 354 миллиона рублей выделено. За четыре года действия программы из аварийного жилья должны переселить порядка 7,5 тысяч жителей Коми. Самые большие площади расселения в Сыктывдинском, Усть-Вымском, Корткиросском, Троицкопечорском районах и Сыктывкаре. Поставить точку в масштабном обновлении жилфонда должны летом 2024. Только тогда регион получит шанс на финансирование нового этапа программы.